Язык Ленгала это еще один банту из Конго. Вот карта, на которой расположение языков бантов Конго написано. То есть вот Ленгала, он там чуть повыше. Прибрежный язык Киконга, он наиболее развитый. Его сразу фиксировали португальцы, и там лучше традиция. Ленгала это вот куда-то вот туда, да, к югу. Но тоже довольно многочисленный, порядка 10 миллионов человек. И там есть мелкие языки в этих районах, которые там никто не понимает, кроме жителей пары деревень. Вот они для общения используют местный региональный язык, допустим, Ленгалу. И такая ситуация, в общем-то, везде, где много языков. Ленгалу тоже кодифицировали, в общем-то, европейцы. В основе идет диалект Бабанги, который был таким языком торговли по реке Конго. То из лингва франка, из местной, естественно, конструируют. То есть, даже если местные языки миссионеры использовали, то, как правило, такие, на которых максимальное количество людей понимает их. Например, вот этот был язык торговцев. Ну и европейцы тоже в основном выучили этот язык торговцев и общались на нем именно со всеми там жителями Конго. Соответственно, миссионеры в основном работали на нем, писали на нем, соответственно, тексты, переводили Библию. В начале 20 века, когда они уже так неплохо язык знали, они его начали очищать. То есть, язык был достаточно смешанный, тот, который миссионеры использовали. То есть, они всевозможные термины из французского, португальского, английского использовали. Ну, как и тоже во многих языках, был процесс очищения от заимствований. И вот первоначально он назывался бангало, когда его очистили, то назвали лингало. Но надо сказать, что литературный стандарт, как это нормально, кстати, он во многом уже продукт обработки, естественно. Для лингала, для почти все литературные стандарты так, и для лингала это особенно характерно. То есть, берутся слова из разных диалектов. Конечно, никто не берет диалект одной деревни там и не делает его языком. Из разных диалектов учитывается, что есть определенная традиция заимствований там из португальского и так далее. В словарном составе все современные объекты называются, как правило, французскими или португальскими словами, но переделываем на фонетику местную. Есть влияние определенное английского и нидерландского. Что касается фонетики. Гласные имеются передние и задние Е и О, и на этой основе есть сингармонизм. Сингармонизм для банту характерен, правда ограниченный и отличается по языкам. В данном случае Е и О имеют два варианта и по ним сингармонизм осуществляется. Вот согласные мы видим в основном стандартный банту, но развитые шипящие и свистящие, в частности есть ША, в некоторых позициях ЖА есть. Вот этого в Киконге не было. Ну а так, в общем-то, несложные, и это характерно для исходной системы этих банту языков. Ну что касается грамматики, конечно, вот опять классы, и тоже их 15, где-то вот так вот везде 15, 16, 18, 20, примерно такая цифра классов. Распределение по классам, как правило, условное, хотя можно в основном сказать, что примерно класс означает, но четко, то есть нельзя из значения слова однозначно вывести, какого нам будет класса, надо запоминать. Ну, кстати, вот тут уже пара систем излагалась, и система Суахили у меня в голове, и хочу сказать, что в Ленгале эти самые приставки классов довольно специфические. То есть мы тут, если мы в Киконге видели много типичных для банту показателей классов, тут как-то все, во-первых, я говорю, что тут кое-что совпало, тут кое-что совсем модифицировано, и кое-что вообще ни на что не похоже, и первый раз такое вижу. То есть система классов довольно специфичная, вот именно с точки зрения, какие приставки употребляются. Ряд классов – это множенное число на самом деле. То есть их получается 16, потому что, ну, где-то третья часть из них – это множенное число от другого класса. Но это нормально, потому что согласуется, то все равно по классу будет предложение, поэтому это класс. Что касается изменения глагола. Говорят, что мало, пишут, что всего 4, вот я привожу то, что из английской Википедии про Ленгалу, а 5, то ли 4, то ли 5, вот, ну, блин, всегда в Википедии так. Короче, то ли 4, то ли 5 суффиксов, я вот что говорю мало, потому что в Суахиле их очень много, и в Зулузском тоже. Вот тут всего лишь 5 суффиксов, которые обозначают модификации глагола, то есть, допустим, залог там, или какую-нибудь там специфику действия, аспекты иногда тоже этими суффиксами идёт. Но это агглютинативные типичные суффиксы, которые мы знаем хорошо по тюркским, они есть в банту, и вот они обозначают модификации глагола. Тоже много там залогов, как тоже и в тюркских языках, это сходство действительно есть. Но в Ленгале ограничено, потому что в таких языках развитых, как в Зулузске и в Суахиле, этого очень много. Ну, вот пишут, что тут довольно интересное изменение по временам, то есть, время это, во-первых, изменение тона специальное, то есть, надо определённую модель для тона запоминать. Вот, насколько я понимаю, и первый, и второй слог будет специального тона в зависимости от времени, плюс добавляется ещё и суффикс. Вот такой системы мы не видели, конечно, в банту и в Суахиле, в Суахиле вообще без тонов. Вот, может быть, это влияние вот этих языков, которые там, это, в Нигерии и прочее, где тонов много, и с помощью тонов там тоже времена меняют. Ну, вот можно посмотреть, как времена выглядят, да, и время это обязательно какая-то модель тона, плюс суффикс. Ну, что касается орфографии, как обычно, в африканских много было, на французской там основе было. В 70-е годы везде внедряли в Африке международный лингвистический алфавит, и для лингала сделали тоже на основе лингвистического алфавита международного, поэтому мы здесь видим такие вот странные эти буквы О и Э, но это просто взято из МФА. Вроде бы, как сейчас вот эта вот орфография доминирует, причем проставляют тоже тон, вот в этом примере видно, что тон проставляется, да. Но тут написано, что есть определенные правила, то есть простановки тона, как бы все равно надо будет запоминать, каким образом он проставляется. Видно, что да, не во всех словах, и поэтому эти значки просто помогают понять, как это все выглядит, а учить правила выставления тонов все равно придется в лингале. Ну, вот такой тоже довольно, ну, по-моему, сложноватый из-за тонов язык банту. Мне кажется, из-за вот этой специфической модели образования времен, вряд ли он будет особенно распространен, ну, в общем, вот такой еще один интересный язык банту. Если уже или кеконга, или лингала, то, наверное, это лучше кеконга, кеконга проще.